Рам Ванва является физиком, который сейчас занимается переводом на английский язык литературы физической души. Так что он представляет. Они были крайне интересными, я бы даже сказала, какими-то такими очень трепетными проблемами. Я была оппонентом на защите его кандидатской диссертации и была глубоко задета сюжетами его диссертации. Потому что речь шла о том, как люди христианской культуры, католики, как они попадают в Индию, что с ними там происходит. И больше всего я была потрясена судьбой главного героя исследования Максима, который является на самом деле священником, католическим священником Андрею Со, который в конце концов признал в своем письме, в своей последовательнице, что после того, как он познакомился с Аркадем и Дантой, история с Христом кажется ему просто детской сказкой. Можно и так сказать, да, но прежде всего детской сказкой кажется, наверное, догматической основой христианства. Потому что он увидел креста в свете, как это когда-то пытался сделать Викананда, но с индусской стороны. Сегодня мы поговорим на другие темы. Сегодня Максим нам расскажет о современных религиях Индии, которые, как я понимаю, по крещению очень изучены. Но если вас заинтересует проблематика христианско-индусского взаимодействия синтеза, то вы можете задать Максиму вопросы после его лекции. А сейчас я предоставляю слово Максиму. Представьтесь, кто вы, где работаете. Спасибо. Я скажу несколько слов о себе, действительно. И прежде чем прочитать эту лекцию и раскрыть, собственно, тему, я думаю, что я скажу еще несколько слов о том, как я, в принципе, подошел к этой теме, о которой у нас сегодня пойдет речь. Дело в том, что в последние несколько лет я являюсь сотрудником Белийского центра межрелигиозного диалога, как раз имени Атыжиктановны. И этот центр был создан как раз в 2012 году на базе так называемого «Делийского братства», который я называл «Делийского братства», в котором в свое время работали многие известные западные востоковеды, такие как профессор Райвен Белийка, такие как Джеймс Стюорс. И, собственно, основная задача этого центра – это работа с наследием Андрея Люсо, но не только. Это также организация всевозможных конференций, встреч, правда, пока только в самой Индии, то есть организация чисто индийская, в которой бы представители различных индийских религий и обменивались мнениями по не только религиозным, но и социальным, и культурным вопросам. И вообще я начал действительно заниматься востоковедными исследованиями, если можно так выразить, что это в период, то есть еще был не исследовательский уровень. Около 10 лет назад в сотрудничестве с французской организацией, ассоциацией Миншанэ Донусо, также которая занималась наследием Андрея Люсо. Почему мне интересовала именно эта организация? Ну, потому что мне давно интересуют вопросы того, что сегодня в религиовидении иногда определяют как бирелигиозность и мультирелигиозность, то есть возможность принадлежности к двум-трём религиям одновременно, одного и того же адепта, либо, может быть, семьи, или касты, или какой-то группы, то есть какого-то сообщества. Причем я намеренно не использую здесь слово синкретизм, поскольку синкретизм – это все-таки смешение каких-то разнородных элементов из разных религиозных традиций и вылепливание чего-то нового, что, в общем-то, отличается от всех предыдущих религий, которые стали компонентами данного синтеза. Здесь же речь идет именно о возможности принадлежности к двум традиционным религиям таким, каковы они есть, ну, по крайней мере, каковы они есть, скажем так, в чистом виде, в своей духовной основе. И мне показалось, что опыт отца Лусо, в общем-то, был достаточно успешным в этом отношении, по крайней мере, действительно был один из первых европейцев, один из первых католиков, который настолько глубоко погрузился в индусскую традицию, что самими индусами воспринимался как индусский монах, особенно в последние три года своей жизни. И, начиная с 2005-2006 года, я по стопам, по следам Андрей Лусо проехал всю Индию с юга, где он впервые высадился, и до севера, до Бодринарка, с которым также связана значительная часть его наследия. И по итогам этого я как раз написал диссертацию, и, тем не менее, я пришел к выводу, что основная проблема христианства заключается в том, что христианство все-таки остается религией крайне невалентной к прочим религиям. То есть вот этот опыт одновременного исповедания христианства и любой другой религии, индуизма в любой его форме, там, буддизма или чего-то еще, это всегда некое, ну, не хочется употреблять слово лукавство, но это всегда, ну, такая сделка с совестью, потому что понятно, что ваше собственное христианское сообщество не будет вас воспринимать адекватно, то есть для него вы всегда будете отступником, поэтому от Солисов приходилось скрывать значительную часть своих открытий, прозрений и вдохновений, и мы о них узнали только после его смерти, когда профессор Паникар, его близкий друг, опубликовал частично его дневники и его письма, которые, в общем-то, не должны были публиковаться, тем более при жизни, чтобы у него не было проблем с церковью. До сих пор, если вы почитаете его книги, изданные самой католической церковью, то вы увидите, что там до сих пор говорится, что вот он, несмотря на диалог с индуизмом, сохранил верность к католической традиции, там, и вот полный надон, это неправда. Мы это знаем из первоисточников, из его писем, и также многие свидетели его деятельности, без сих пор были, мы с ними встречались и общались на эти темы. И когда я понял, что с христианством проделать такой фокус по би- и мультирелигиозности затруднительным, то меня заинтересовал вопрос, а есть ли все-таки в самой Индии какие-то системы, где вот этот опыт работает? Причем работает не на каком-то современном синкретическом уровне, а действительно вот работает традиционно в течение многих веков. И в один прекрасный момент, вследствие некоторых событий, которые я оставлю за кадром, я оказался в одной небольшой деревне в штате Харьяна, и она находится в 20-25 километрах от города Сеса, где как раз я увидел, что вот жители этой деревни, которая принадлежала к одной конкретной касте, это каста Камборж, одновременно действительно поклоняются индусским богам и почитают священную книгу сихов Гуру Грандсадеб, которую, как мы знаем, сами сихи воспринимают как живого учителя и соответствующим образом управляют ее культом. Причем делают они это не на уровне, я имею в виду Камборж, почитают индусских богов и Гуру Грандсадеб, делают они это не на уровне какого-то бытового невежества, как часто бывает, это действительно учение вот той школы, которой они принадлежат. И действительно, сам их храм оборудован соответствующим образом, не то, что вы сегодня пошли в храм Шивы, а завтра отправились в Гуру Двару, нет, сам храм оборудован так, что там есть престол Гуру Грандсадеб и есть мурти изображения индусских богов либо святых. При этом, если вы отправитесь в поле, потому что это преимущественно сельскохозяйственная община, и она объединяет порядка сотни деревень вот в одной и той же локации, то вы увидите, что в полях еще и есть множество погребений, множество мазаров, погребений мусульманских суфийских святых, которым также поклоняются, которых также почитают вместе со святынями индусскими и со святынями сикскими. Конечно, мы все много уже знаем и читали как раз о том, что индуизму свойственно в общем-то уважение не то чтобы к другим традициям, но по крайней мере к святыням других религий. Вы помните, что в начале 20 века один из учеников свами-кананды, свами-авлиданан, написал знаменитую, точнее, почитал с лекцией, вы выступил с лекцией, которая стала знаменитой брошюрой, почему хинду принимает Христа, но отвергает чрчанки, церквянство, который пытался доказать, что опыт Иисуса Христа это опыт веданки, это опыт агвайки, но просто вот христиане, они как бы зарезервировали этот опыт только за Иисусом Христом, но не увидели, что это опыт на самом деле каждого, это опыт всего человечества, как учит индийская традиция. То есть, в общем-то, это не проблема для индуса отправиться почитать божество другой религии, но все-таки это такой практический уровень, здесь же мы имеем дело с конкретной религиозной философской школой, с конкретной общиной, где вот это учение, универсалистское учение, является традиционным и официальным. Это я использую терминологию христианских церквей, потому что глупо говорить об официальном учении той или иной индусской школы, это чисто такой западный, видимо, концепт, западное мировосприятие. Но меня заинтересовала эта тема, и заинтересовала она еще и тем, что, когда я начал ее раскручивать, я понял, что за этой школой стоит целый корпус текстов, которые никогда не переводились до этого на западные языки, и они есть только на индийских языках, и никогда не популяризировались на западе, даже когда я начал искать какие-то научные работы, посвященные вот этим общинам, я обнаружил, что есть единственная диссертация, и то на английском языке, защищенная в Панджабе, в Англицаре, в самой же Индии. И также я обнаружил, что есть упоминания вот этой общины, так вскользь, скажем так, не очень подробные именно в философском и религиозном смысле, как правило, это были работы на тему социологии. И позже вы поймёте, почему так важно для социологии индийских религий также эта тема. И, ну, я понял, что это тема, которую надо хватать и уводить, потому что иначе ее кто-то другой схватит и пошел уйдет. И я начал изучать вот эти первоисточники, вот эти тексты, и каждый год также приезжать в эту деревню и общаться с местными жителями. Пытался почувствовать себя... На каком языке Индии? На хинди. Их родной язык Панджабе, но всю, помимо чтения Гуру Грансаде, всю религиозную деятельность они отправляют на хинди. И даже вот, кстати, я принес журнал, я хотел позже его показать, но у вас возник вопрос о языке. Это как раз журнал, который ежемесячно или каждые два месяца выпускается в их общине в честь одного из них местных святых, Баба Буманхарда. И это на хинди. Я думаю, что можно пустить по кругу и как раз залезть все, все успеют посмотреть на тот кто-то. Кто читает на хинди, может почитать. Вот. И когда я начал заниматься первоисточниками, то, в общем-то, сложилась целостная картина, касающаяся того, кто является вдохновителем этой общины, чему учат ее учителя. И в чем заключается, собственно, разница между подходом вот этой общины и вот каких-то таких синкретических, уже поздних, современных подходов. Потому что здесь мы действительно имеем дело с, я бы сказал, с традиционным универсализмом. Потому что когда мы говорим о универсализм религиозный, то, как правило, мы имеем в виду какое-то позднее развитие. То есть конец XIX века, это коммунистическая философия, которая пыталась как-то искусственно помирить всевозможные религии. Вот здесь есть универсализм традиционный, который, как выяснилось, существует с XVI века в среде данного, точнее, в принципе, в Панджабе, но в среде данной общины с XVIII века. Потому что вот как раз Святович, из которого он назван этот журнал, Буманша, он жил в XVII веке, и он обратился в Камбодж, в эту религию или в эту школу. Но чтобы разобраться с тем, что это такое, нам нужно вернуться в XVI век и посмотреть, как, собственно, появилось вот это явление, как появилось это сообщество. Ну, как мы все знаем, в XVI веке в Северной Индии у нас наблюдались определенные религиозные и духовные процессы, связанные с попытками установить какие-то мосты взаимопонимания между индусами и мусульманами. Хочу оговориться, что, опять-таки, как это всегда бывает в эндологии, какой бы термин мы ни использовали, он будет ошибочным, и ему можно придраться, потому что в те времена слово «хинду», в общем-то, оно не использовалось практически самими носителями этой традиции, хотя в священном писании сихов оно встречается, и неоднократно. Но, исходя из современного понимания того, что такое индуидит, то есть весь этот конгломерат школ, которые на сегодня относим к этой религии, также было определенное движение, направленное против, может быть, не кастовой системы, но кастового неравенства, то есть были попытки поднять кастовый статус представителей низов индийского общества, потому что представители этих как раз низов зачастую убегали в ислам, в кастовую систему, что не помогало, потому что в самом индийском исламе та же кастовая система тоже сформировалась. Но, тем не менее, попытки были. И вот на основании вот этих процессов у нас появился ранний сиххизм, и мы считаем основателем сиххизма гуру Нанака. Однако вопрос, конечно же, спорный, потому что то, что проповедовал, во что верил гуру Нанак, не было никакой новости настоятельной религии, потому что по большому счету он провозгласил идею того, что бог индусов и бог мусульман это один и тот же бог. Рама, Рагим, Экаге. Да, Рама, Рагим, суть одно. И иногда говорят, что, особенно в западной науке, принято говорить, что сиххизм это результат синтеза индуизма и ислама. И сиххи сами радикально против такой трактовки, потому что они считают, что гуру Нанак, собственно, получил собственное, личное, новое откровение. Но вопрос заключается в том, что это откровение находится за пределами религии вовсе. То есть это некий надрелигиозный опыт, в сравнении с которым опыт индусский и опыт мусульманский это также выражение того же самого опыта. В этом смысле Рама и Аллах это одно и то же божество. То есть принципиально это два наименования, два выражения одного и того же опыта. Сам опыт находится за пределами возможностей человеческой мысли и человеческой философии. И в этом на самом деле есть доля правды, потому что на ранних этапах своей проповеди гуру Нанак, в общем-то, не заставлял своих поклонников покинуть свою религию. Он говорил, что пусть хинду продолжают ходить в индусский храм, пусть мусульмане ходят в мечеть. Нет проблем, но они могут все-таки собираться вместе и воспевать это божество, которое находится за пределами их соответствующих религий. Вот что происходило. Кроме того, конечно же, гуру Нанак был гуманистом, сам не зная такого термина, разумеется, поскольку он учил, что хастовая система не важна. То есть в принципе вы можете сохранять свою хастовую семейную традицию? Конечно, нельзя сказать, что он рубил с плеча, но тем не менее это не важно. Среди его учеников все равны. И попытки установить такое же равенство между учениками предпринимались и ранее. Как мы знаем, Роман Андачария еще в XIV веке провозгласил, что не нужно спрашивать у моего ученика или у поклонника Вишну, какой касте он принадлежит. Тот, кто воспевает имя Вишну, принадлежит Вишну. Но тем не менее на социальном уровне это не работало. Это работало исключительно на религиозном уровне. Что вот вы можете тоже посещать тот храм, который принадлежит к этой традиции и тоже участвует во Брянках. Но все равно на социальном уровне вы как родились в семье гашечника, так и будете гашечником. Никто вас не будет обучать ведом, например, чтобы вы были там пандитом в каком-нибудь крупном ортодоксальном храме. То есть это не работало на социальном уровне. Гурунанг, пожалуй, впервые смог воплотить вот эту идею в социальной сфере, потому что ранние сикхи очень быстро охватили значительную часть танжавы своим влиянием. И сикхи и гуру последующие после Гурунанга получили статус или воспевались как патишахи, патшатэдасвей, десятый патишах, например, гуру Гогенцинг. И у них появилась своя столица, тогда это был город Карта-Апур. К последствиям столицы это было перенесено в Англицар. И по крайней мере в тех землях, которые безраздельно поправили сикхи и гуру, какое-то межкастовое равенство, ну не стопроцентное, разумеется, потому что предрассудки, они не изживаются за одно поколение, но как-то все-таки это работало. И чтобы еще в большей степени педалировать идею равенства вне зависимости от религии, национальности и касты, появилась традиция Лангара, то есть бесплатной столовой, в которой каждый вне зависимости от своего положения мог бы, не то что мог бы, а обязан бы принять пищу вместе с представителями воздруги касты. На самом деле сегодня мы не понимаем, вероятно, какая это была революция до 16-го века, до 17-го, потому что сейчас это, в общем-то, и в обычных индусских правах то же самое происходит, но когда в 16-м веке представители Ленинских касты боялись отбросить свою тень на брату, чтобы тот не сквернился, и тут вдруг необходимо вместе принимать пищу. Это была самая сакральная революция? Абсолютно, это была самая, это была абсолютная революция, и главное, что, вероятно, сельские гуру таким образом решали вопрос такого насильственного, насильственной гуманизации, как у нас есть выражение, принуждения к миру, то есть принуждения к равенству, потому что если вы, будучи брахманом, вкусили пищу уже с неприкасаемым, то вы просто лишались своего брахманского статочника, вы становились равным. И хотите вы это или нет, но дальше уже в индусской среде вы уже не могли нормально функционировать, если, конечно, вы не посвятите значительное время очистительным обрядам, после которых снова вы могли быть приняты в индусскую среду. На самом деле это было крайне сложно, потому что пример самого Романа Ндачайи показывает, что когда тот вернулся из Южной Индии, и поскольку там уже в Южно-Индийском вишнуизме кастовые различия не были столь сильны, и, собственно, брахманы в Аранасе, в его родном городе заподозрили, что, возможно, он также принимал пищу вместе с представителями более низких каст, они просто исторгли его из брахманского сообщества. Так, собственно, и появилась его школа. Какое-то время, по крайней мере, по преданию, но преданию уж похоже на правду, зная, как функционировали в средние века эти кастовые принципы, он пребывал в уединении, но затем стал принимать учеников, уже представителей самых низких каст и обучать их тому, чему, в общем-то, обучают брахманы. Может быть, не самим ведом, но, по крайней мере, его проповеди изобиловали отрывками из Банишата или других текстов, которые не брахман слушать не должен, даже слушать не должен, а он вот их посвящал в какие-то тайны философии Веданны. И, то есть, это действительно был сверхгуманизм на тот период. Среди учеников Гурунанак появилось некоторое подобие равенства между мужчинами и женщинами. Женщина получила право наследовать имущество в полном смысле этого слова. Женщина перестала считаться осперненной в соответствующие критические дни. Правда, к сожалению, в современном сексизме это вновь спорный вопрос, потому что, опять-таки, эти внутренние влияния между фабшизмами, они очень сильны, но, по крайней мере, была сделана попытка как-то решить этот вопрос. Кстати, кастовая система тоже выхрадилась впоследствии в сексской среде, и если мы посмотрим на современную сексскую хальсу, то Джад Сикхид, они смотрят высоко на представителей каких-то низов индусского общества, обратившихся в сексизм впоследствии. Но, тем не менее, в Лангаре не отказывается. То есть, что-то было сделано. И вот в 1539 году Гуру Нанаг умирает в городе Картапур в своей столице, в своей резиденции. И, как это всегда бывает, в таких смешанных сообществах, которые состоят из представителей разных религий, разных кассов, разных социокультурных групп, начался кризис идентичности. То есть, ученики Гуру Нанага задали вам себе и общество, вопрос, а кто мы после всего этого, после всего того, что произошло с нами. Кстати, интересную параллель мы можем провести в истории раннего христианства. То есть, когда после смерти Иисуса Христа, мы не говорим о немаучных фактах, хотя мы можем это верить, но после смерти Иисуса Христа его ученики вплоть до конца первого века считали себя иудеями, верующими в Иисуса Христа. То есть, они посещались в синагогу, они участвовали в иудейских обрядах, которые постепенно, постепенно, постепенно уходили в прошлое. Но то же самое произошло и здесь. Ввиду поставлен вопрос «Кто мы?» Мы самостоятельно новая община, поскольку сам термин «сик» означает «ученик», вы можете быть учениками в рамках какой угодно религии, в рамках индусской традиции в данном случае, но может быть все-таки вот это вот сообщество сангат является какой-то новой самостоятельной формой независимой индуизма и ислама. А может быть это все-таки одно из направлений саната над Хармой, может быть это такое же направление, как различные или шнуитские, или шиваитские, шкоды, просто новое реформирование, реформированное, возник кризис идентичности. Надо сказать, что перед своей смертью, ну по крайней мере по преданию, опять-таки, лично я считаю, что это предание верно, потому что уж слишком много свидетельств, Гуру Нанак оставил преемника. И этим преемником стал человек, который впоследствии вошел в историю под именем Гуру Ангет. Собственно, Гуру Ангет, конечно, нельзя сказать, что он порвал в своей связи с индуизмом, вплоть до десятого Гуру, Гуру Вобенда Синха, в общем-то, сикхи, ну формально, они считали себя хинду. Это абсолютно стопроцентный факт, как бы сегодня политика Хальса не пыталась его опровергнуть, или Гуру Вобенда Синха фактически создал самостоятельную религию. Но тем не менее, Хальса, да, самостоятельную структуру. Но тем не менее, в те времена Гуру Ангет взял курс на некую автономию, пусть и в рамках какого-то более крупного сообщества. И это было связано также с фактическим отказом от использования индусских священных текстов в богослужении. Это на самом деле один из принципиальных вопросов, потому что до сих пор в социологии религии мы не можем ответить на вопрос, кто такой хинду. И не только в социологии религии, но и в общем-то это проблема для индийского правительства. И определить, где заканчиваются хинду и начинаются представители других религий, которые верят во что-то похожее, очень сложно. Например, последователи другого ученика того же Романа Нандачаи, гуру Равидаса, создали свою собственную школу, которую они называют Ади Дарма, изначальной религии, они говорят, мы не хинду. Хотя, почему? Потому что они хотят быть частью индийской, индусской хвостовой системы. Как правило, это движущая сила. Но де-факто они верят вот в то же самое, во что верят среднестатистические, североиндийские хинду-бхакты. Но они говорят, нет, мы не имеем к этому никакого отношения, мы не хинду, мы не индусы, мы не хотим ими быть. Поэтому очень сложно определить, кто есть кто, но отказ от использования священных текстов именно индуизма, в ритуальной практике и в жизни это очень мощный фактор для создания некой религиозной автономии. Вот это то, что попытались сделать ранние сихи. И в том же самом году, в 1539 году в Картафуре появляется еще один персонаж, существование которого, судя по всему, никто из учеников Гурунанга не знал, хотя предания совершенно разные. Очень трудно говорить об этом, потому что в нашем распоряжении есть преимущественная географическая литература, которой мы не можем на 100% доверять, но тем не менее. Этим персонажем был человек по имени Шричандра. Шричандра был старшим сыном Гурунанга. Это абсолютно достоверный факт. Он действительно им был, и в общем-то он упоминается и в сихских жизнеописаниях Гурунанга. Но проблема с ним заключается в том, что судя по всему с самого раннего детства, то есть, может быть, с 7-летнего, с 8-летнего возраста он воспитывался не в своей семье, а где-то. мы не знаем где точно с такой строго научно-исторической точки зрения, а предания помещают его в Кашмир, в школу некоего пандита по имени Гурушоттам Каут. Из его, хотел сказать, фамилии, но из его титула видно, что, скорее всего, он был шваик по воззрению. И впоследствии, Шричандра также по тому же преданию получил стал садом, получил посвящение в саду от другого святого по имени Адринаши Мунги. И вот он появляется в городе Харапур, появляется он в связи с мероприятиями, связанными с отправлением Гурунана в последний путь. И он заявляет, что вообще-то мой отец Гурунана он, конечно, великий святой. Он высший гуру, он действительно истинный учитель, и все, что он сказал и сделал, действительно нужно принять к сведению, включая и отношение к единству вендуизма и ислама, включая и отношение к кастовой системе, но при этом мы не должны забывать, что по происхождению то он все-таки был, он индус. И соответственно мы должны продолжать принимать во внимание и индусские священные тексты. То есть веды и веданты остаются для учеников Гурунана авторитетом. А то, что Гурунана сам сказал и написал, тогда еще не было собственно Гуру-Грандсадеб священного писания языков, но были какие-то песни самого Гурунана, это были какие-то песни, которые он использовал во время сангет, во время вот этих встреч, песни Кабира, Бабы Фарида, многих предыдущих святых такой же универсалистской индусско-мусульманской направленности. Все это хорошо, все это тоже богооткровенно, но это дополнение, это последующий этап развития вот собственно индусской традиции по сравнению, по отношению к ведам и веданьте. И вот судя по всему именно в тот момент и произошло разделение учеников Гурунана на две ветви, первая из которых впоследствии уже при 10-м Гуру-Гру Горгенде-Синг стала сикхизмом, как мы его видим сегодня, как самостоятельной новой индийской религии, но те, кто последовал за Шричандрой стали известны как Санатан-Сингхи. Термин появился совсем недавно, только в начале 20-го века, их самоназвание Нанак-Панхи, то есть школа Нанака. Санатан-Сингх значит индусский сингх, то есть они считают, что мы сингхи, но сам сингхизм это часть индуизма, вот в чем фишка, вот в чем особенность их мировосприятия. И мы не знаем насколько конфликтным было вот это расхождение, но судя по всему нет, судя по всему каким-то образом Шричандра и гуру Ангет договорились между собой, потому что нет в общем-то ни одного свидетельства, обычно вы знаете индусские святые как правило ведут активную полемику и впоследствии эта полемика выливается в целый ряд текстов и каждая сторона считает, что она победила в этом философском споре, да, как, например, в случае с Чайтани и Жалабначари, когда один и тот же спор стоит с другой стороны, он разворачивается в противоположном направлении, и первые говорят, что победил их лидер, а вторые говорят, что победил их лидер, что абсолютно убедительны, что ученики первого стали учениками второго после вот этого акта. Так вот, здесь нет ничего, то есть совершенно не видно, что был какой-то серьезный спор, и Шичандро ввел своих учеников в другую часть Панджава, в город Барат, где оставался свой как бы мы это сказали учительский престол, он основал свою собственную школу, и эта школа получила название Уда-син-панта. Уда-син-панта. Ну, те, кто знают индийские языки, знают, что само слово Уда-с означает, оно многозначно, оно много чего может означать, оно означает печаль, оно означает уныние, оно означает депрессию, оно также означает аршельничество в средневековых традиционных текстах, оно означает безразличие, оно означает очень-очень-очень много, можно привести, может быть, значение 50, как раз я сейчас занимаюсь тем, что для проекта Ирины Петровны-Глушковой под небом Южной Индии выявляю все значения этого понятия. теперь как раз за статьи и действительно уже найдено масса. Так вот, Удафин Панфа, как один знакомый назвал его в шутку, секта печальников, очень-таки по-русски, по-православному звучит. Почему так? Потому что, ну, вообще, скорее всего, и из того, что мы видим из самой литературы эти школы, это значит просто школа отшельников. То есть, это просто школа тех, потому что Хальса, собственно, ортодоксальный сиххизм проповедует, что вы должны быть женатыми людьми. И сихски и гуру, в принципе, по большей части отвергали традицию отшельничества, они считали, что вот эти монахи, саду, ну, это просто попрошайки, которые, так сказать, на шее трудового народа сидят, ничего не делают, абсолютно бесполезно. Есть слова, приписываемые Петру Первому в похожей ситуации, когда он урезал в привилегии для духовенства, ему кто-то сказал, что на них молятся за вас. Он говорит, так и я тоже молюсь каждый день, какая разница-то. То есть, вот такой протестантский подход, да. Ну, вот примерно то же самое у сихов. Не нужен специальный класс, чтобы за всех молиться, мы и сами справимся, нет проблем. Так вот, но Пшельчандра считал, что традиция отшельничества должна продолжать существовать, и поэтому вот он назвал свою школу Уда Синфанта. Но при этом другой интересный вопрос, другое интересное толкование происходит у самой Хальса. Дело в том, что уже в начале 20-го века эти две школы, ну, между ними возник конфликт, то есть, они немного поссорились. И появились источники Хальса, направленные против учеников Шельчандры, где говорится, что действительно Уда Синфанта в данном случае это именно печаль, разочарование, разочарование в том, что Шельчандр не стал наследником Гуру Нанаку, что он, мол, сбил с истинного пути часть учеников Гуру Нанаку, увел их, сделал своими учениками, и поскольку он с завистью смотрел на позицию Гуру Ангелла, то вот он пребывал в депрессии, в печали, и все его ученики тоже. Ну, это, конечно, такое очень политически ангажированное толкование, я бы сказал, коммуналистское, то есть абсолютно это нечто такое направленное противопоставленными общинами, но, тем не менее, интересно вот что Суда Синфанта. Когда Гуру Боген Син уже в 17 веке создал Хальсу, то есть создал сиксизм как самостоятельную религию, то в общем-то вот эта изначальная такая супер-универсалистская идея, она ну, в общем-то постепенно начала сужаться и съеживаться. А почему? Потому что с одной стороны, конечно, священные писания сикхов Гуру Гранца не по-прежнему учат, что Рама, Рагим, Экк, Рама, Аллах одно и то же. Но трактовка изменилась, то есть теперь вы теперь считается, что все-таки откровение Гуру Нанах это финальное откровение для всего человечества. Теперь считается, что все-таки если вы действительно осознали эту истину, то вы должны стремиться стать членами Хальса. Хотя все-таки в отличие от, например, христианского подхода само по себе посвящение Хальсу оно не является какой-то причиной вашего спасения. Это скорее наоборот. Уже последующий шаг после того, как вы осознали эту истину. Никак это не связано с тем, кем вы будете в следующей жизни и чего вы достигнете. Но тем не менее. Наконец, у Хальса возникли очень серьезные конфликты с мусульманским сообществом. Это абсолютно парадоксально, потому что это было послание как раз мира, это был мост между индуизмом и исламом, но конфликты-то начались как раз потому, что сами мусульмане считали, что ничего хорошего в том, что имя Аллаха появляется вместе с именами индусских божеств на странице священного текста, нет. Для них это широк, для них это ересь, это оскорбление самого Аллаха. И, как мы помним, одним из первых сильских шахидов, сильских мучеников стал гуру Арджун, один из преемников, гуру Нанака, которого поджарили по приказу императора Дахангира на раскаленной сковородке во многом как раз потому, что было выданно требование убрать из гуру Грандсайд подсвященного текста симхов упоминание исламских реалей, упоминание имен Аллах, потому что широк. А вы живете в мусульманском государстве, мол, поэтому, извините, вы не должны это делать. То есть, это такая, ну, как сейчас называется, оскорбление чувств верующих. То есть, вот, у нас, в принципе, можно предположить, наверное, похожую ситуацию, если мы будем писать что-то такое сейчас в Фейсбуке или Вконтакте в отношении доминирующих религий на данной территории. Но, ну, это была одна из причин, не единственные, были более глубокие политические причины, конечно же, расправы с Гуру Аджуном, но, тем не менее, сикхи раздражали мусульман. И, особенно, когда мусульманские лидеры поняли, что у сикхов тоже, как бы, формируется свое квази-государство внутри вот этих мусульманских государств Северной Индии, то, вообще, катастрофа наступила, начались досточайшие гонения. Что касается школы Шхичандры, то она оказалась гораздо более гибкой, потому что она продолжала вести диалог и с теми, и с теми, и с теми. И, как результат, однажды произошла такая ситуация уже в 18-м веке, когда, в конце 17-го, в начале 18-го века, когда в некоторых княжествах, из которых также на территории Панджаба и современного Пакистана, то есть западного Панджаба, когда оттуда изгонялись сикхские маханты, сикхские правители Гуругвара и деревень, которые принадлежали, то их места занимали как раз Угаси. И они продолжали отправлять именно сикхский культ, но при этом они устанавливали, разумеется, там изображение Шхичандры вместе с Гуругранцами. Когда уже в эпоху британского владыча, в конце 19-го, в начале 20-го века, эти самые сикхские маханты стали возвращаться в свои Гуругвары, они, конечно, вроде бы должны были быть благодарны Удафи, что сохранили все это наследие, продолжали отправлять культ, но сикхи к тому времени уже во многом, как это иногда называется в индусской среде, то либонизировались, то есть они в общем-то полностью отказались уже от культа индусских личностных божеств и от культа изображений божеств, что уже было в Хальсе запрещено на тот период, поэтому и изображение Шричандры одновременно с Гуру Грандсанеп, оно в общем-то было совершенно не к месту для них. И вот тогда-то начались конфликты, потому что маханты сикхские стали требовать эти Гуру два назад у Даси говорили, что мол, мы же уже здесь сто-двести лет служим, поэтому оставьте нам хотя бы уголок, где мы будем продолжать совершать Агат и в честь Шричандры. Те говорили, нет, не оставим, потому что это оскорбление Гуру Гансайни, отправление культа какого-то изображения, какого-то святого или божества. И в результате всех вот этих процессов в начале двадцатых годов был принят так называемый акт о Гурудварах, это был первый акт о Гурудварах, за ним последовали еще несколько, в котором собственно Хальса на законодательном уровне добилась права считать Гурудварами, то есть использовать вот это слово Гурудвара только в отношении храмов Хальса. То есть у Даси и некоторые другие школы с похожей доктриной, сочетавшей элементы индуизма и сикхизма, они в общем-то утратили право считать свои храмы Гурудварами, но тем не менее они сохранили право держать у себя экземпляр Гуру Грандсайд и отправлять его куб. Просто таким образом, ну, просто чтобы было понятно, они в общем-то перестав быть Гурудвара, они перестали ассоциироваться официально сикхизмом, хотя до этого они считали себя сикхами, но вот сикхами внутри индусского сообщества. И вот именно к этой форме сосуществования индуизма и сикхизма мы и пришли в той общине, с которой я и встретился. И вот теперь на ее примере я попытаюсь показать, как это работает в современном обществе, в современной Северной Индии. Но еще одно отступление небольшое сделаю. Как я уже сказал, коренной этнос, который я исследую, это народность Камбоджи. Это каста Камбоджи, но это этническая единица. То есть это народ, который имеет смешанное иранно-панджамское происхождение, и изначально они проживали в западном Панджабе. Интересно, что Камбоджи упоминаются как каста, как племя в некоторых достаточно древних текстах, в частности в Манус-Мриди, где, однако, они считаются неприкасаемыми, то есть они считаются скажем так, кшатриями, лишившимися своего статуса, то есть они не имели права отправлять в идейский культ, в брахманистский амфотоксальный культ. Но, тем не менее, если мы откроем Макалхарату, то там они упоминаются еще как кшатрии, то есть, видимо, были какие-то процессы, вот, может быть, на рубеже старой и новой эры, если спасались вот эти два факта, когда они постепенно по какой-то причине лишились своего кастового статуса. Так или иначе, они проживали на территории западного Канджаба вплоть до 1948 года, когда Пакистан объявил о своей независимости о выходе из состава Индии, и, собственно, мусульманские лидеры Пакистана начали осуществлять генадзию индусского и сельского населения, и тогда им, Камбожи пришлось мигрировать в Индию, они расселились на территории штатов Панджаб и Харьян, с центром как раз в Харьяне. И они приняли вот эту вот религию Дасин Панд в XVIII веке в связи с деятельностью своего национального святого по имени Думан Шах, которого вы как раз видели на фотографии в журнале. Думан Шах был также человеком со сложной религиозной идентичностью, потому что в ранней юности по преданию он также встречался с Гуру Гуэден Синком и якобы по тому же преданию он попросил дать ему посвящение в Хальсу, но Гуру Гуэден Синк сказал, что нет, мол ты должен присоединиться к Удасе и таков твой путь. И вот Балабу Ман Шах отправился в Барат, где нашел учителя Удаси, получил у него посвящение и стал первым махантом, первым патриархом, как бы мы сказали, на Западе как раз вот этой ветви Удаси-Инфан, которой принадлежат Камбоджу. И после него до сих пор существует непрерывная линия махантов, которые объединяют религиозную и светскую власть. То есть они одновременно носят титул Шаха данного народа и также они маханты, то есть патриархи или учителя этой школы. И также на обороте, возможно, вы видели фотографию, как раз, нынешний Шах и Махант, Баба Брахмадас. Он двенадцатый по счету от Буман Шаха. Первое, что вам бросится в глаза, если вы приедете в... Кстати, деревня их, вот эта головная деревня, которую они получили от индийского правительства как раз в 1948 году после первой волны миграции, она тоже называется Буман Шах. И первое, что вам бросится в глаза, если вы туда попадете, то вы увидите, что там есть принципиально два храма в центральной части этой деревни. И первый и основной храм он как раз сочетает в себе элементы индуизма, индусского храма и сельских гуру Тварных. То есть абсолютно очевидно с первого взгляда вы входите в этот храм, оказываетесь перед престолом гуру Грансани и по бокам у вас будут такие большие муртии, большие идоловые изображения Шричандры и Буман Шаха, перед которыми отправляются индусский культ. На практике все происходит так, утром там есть два богослужения в течение дня, утром как правило согласно сильской традиции поется джаб-джи, то есть первая часть гуру Грансани написанная гуру Нанаком, причем кстати очень интересно что сама манера рецитации этого текста она скорее исламская чем индусская, то есть она находилась видимо под очень сильным влиянием суфийско-исламской культуры в западном фанджабе и если вы не понимаете что конкретно поется вы можете подумать что это азан что это призыв мусульманской 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 тем более точно так же очень громко его возглашают на все окрестные деревни в 4 утра вы посыпаетесь и все и оказываетесь в этом сакральном пространстве а вечером также читаются отрывки из гуру Грансани и проводятся арати в честь Шейчандры и Буманшаха абсолютно индусский Абрия абсолютно такое сочетание сикая индуска сикая второй очень интересный объект который вы увидите это каменный стол колонна стамба саи которая также почитается ну как бы это так же парадоксально и странно ни звучало она Лингам Гуманшаха то есть она Лингам Гуманшаха она не в том смысле в котором этот предмет ассоциируется с щивой, а в том смысле, что был маншах, когда был еще подростком, по преданию, часто уходил предаваться созерцанию куда-то в лес, и вот он, чтобы не забыть то место, где он предавался созерцанию, он поставил небольшую столбик, и затем он добавлял каждый раз камушки по мере этого процесса, и у него столб возник. И когда он умирал, то он якобы передал свою энергию Шахте этому столбу, и она стала его воплощением, она его представляет. И когда вот эти камбоджи бежали из Пакистана, из западного Панджаба, то первое, что они пытались на себе утащить, был как раз этот столб. Он был действительно гигантский, то есть он абсолютно неподвижный, он весит тонну, может быть, больше. Им удалось отхватить там пару глыб без него, и вот его перенесли в Харьяну, и там нарастили новый столб. Но, понимаете, Шахте Пак, он все равно продолжает течь, потому что оригинальные камни там тоже есть. Этот столб полностью закрыт кусками ткани, различными игрушками детскими, колокольчиками, губенчиками и всем остальным, потому что когда кто-то из камбодж хочет загадать желание, чтобы кто-то выздоровел, то он обычно оставляет какую-то там игрушку, либо завязывает узелок, либо привязывает кусочек ткани, когда это желание исполняется, он приходит, но свой-то он, конечно, уже не найдет, так сказать, объект, но он любой другой забирает себе и уносит на память. Вот. И таким образом ситуация постоянно восполняется, и этому столбу, разумеется, служится своя пудра. То есть там проходит отдельная арт, и также каждый вечер. Но во дворе находится еще один очень важный объект, который вы встретите в любом месте компактного проживания Удаси, не только в Камбодже, но и в прочих Удаси. Это дунь или дунь, это очаг, это тот священный огонь, который поддерживают странствующие Удаси во время своих религиозных путешествий. Потому что вообще в среде Удаси есть такой знаменитый памятник, из которого я в конце прочитаю несколько секунд. А у нас сколько времени вообще? Ну, где-то минут 40. Да, есть один памятник, который называется «Матра Садиб». Это оригинальная поэма, написанная Шричандрой. Я из него прочитаю несколько строк. И как раз один из центральных образов этой поэмы является вот этот очаг, в котором сгорают и радости, и печали отшельника Удаси. То есть он выходит за пределы вот этих категорий добра, зла, радости, печали и так далее. То есть он достигает неровности в таком бытовом понимании. Поэтому Удаси как символ этого отшельничества и отречения постоянно поддерживают этот священный огонь. И, разумеется, это тоже объект поклонения. То есть когда у вас впервые, и даже не впервые, когда вы вообще приезжаете в эту деревню, вы обязательно должны обойти все эти священные объекты, прежде чем вам позволят отправиться в Лангар или куда-то еще, куда вы хотите, вы падаете ниц перед этим, перед этим, перед этим, перед этим. И в конце концов вас ведут к самому Маханту, перед которым вы тоже падаете ниц и дотрагиваетесь до его столбу по известной индусской традиции. Причем интересно, что в этой деревне в общем-то иностранцев никогда не было до этого. И поэтому после того, как я приехал туда первые два-три раза, я как-то, у меня посетила светлая мысль привезти туда еще и своего отца, который путешествовал по Индии. А он, ну, при линии относится так, достаточно скептически. И, конечно, там, поцеловать руку православному священнику, вот это для него катастрофа, и я понял, что дотронуться до стол Маханта – это будет еще большая катастрофа. Но я ему сказал, что, понимаешь, здесь до нас иностранцев не было. Маханта не поймет, что у нас другой менталитет и что у нас так не принято. И ты разрушишь всю мою научную карьеру, если откажешься. Потому что мой основной информатор тогда меня выгонит отсюда навсегда. И удалось его убедить, так что мы каждый раз весь ритуал как надо повторяем. Вот. Интересно, что каждый, вообще, несмотря на то, что Махант этого сообщества – это шах, но он не наследственный шах, он выборный шах. То есть там есть некая демократия. То есть это такая религиозная демократия, действительно. Причем демократия, вот, в XVII веке, какой она была. Вообще, это очень поразительно, что иногда, я читаю даже в статьях достаточно уважаемых исследователей, что вот эти идеи, возможно, принесли впервые британцев выглядели европейцам. На самом-то деле мы видим, что с XIV века появлялись учителя и целые школы, которые, в общем-то, были гораздо более демократичны именно в современном понимании, нежели Европа с тех времен, где царивают безраздельно католическая церковь, и за малейшее отступление вас могли сжечь или или изгнательничать, что-то еще. То есть абсолютно. Вот, и еще один интересный момент, как раз напрямую касающийся темы такой бирелигиозности и мультирелигиозности, он связан с тем, что, вот я сказал, что я объясню, почему я не называю это синкретизмом, потому что, когда Удасян, последователь этой школы, отправляет индусский культ, он на сто процентов верит именно в принципы индусской бхактики. То есть он верит, что божество действительно может проявляться в формах индусских божеств. Вот действительно, Вишну, Шива, Рама, Кришна, все это проявления единого божества, пара-брахмана. Он в это верит, искренне. Но когда он отправляет синхский культ, он об этом как бы технически забывает. И он спокойно, поклонившись вот этим самым идолам, мультирами, индусских богов, он спокойненько себе читает отрывки ингуру Гранцарев, которые это запрещают и осуждают, и все остальное. То есть он технически абсолютно, как бы, знаете, на другую программу это изучили. Вопрос в том, что есть и наблюдается такие феномены? Ну, у нас это, мне кажется, гораздо реже, потому что на самом деле, поскольку я преподаю, помимо прочего, еще и православным студентам в Российском православном университете, как раз индийские инфекции в том числе. И когда я рассказываю о чем-то подобном, то я не вижу понимания этого. То есть это, в принципе, какой-то концерт. Почему, мне кажется, вот эти темы, они, да, актуальны для России, их нужно каким-то образом, может быть... Ну, извините, а это там чудеса какие-то чедоклонные, мощь и так далее? Ну, это все-таки притаток. Это противоречит, но это притаток, это не самостоятельная какая-то философская система. В данном случае здесь же ведь сихизм — это самостоятельное от и до учение. То есть это не просто какой-то там ритуальный ад, что вы раз там сходили в церковь, к этому печеньку домового подвесили. Это не то. То есть это действительно такое же полноценное учение, как и индусская бактия. И вы вот переключаете регистр, и вдруг верите совсем в другое, посещая хам совершенно другой религии. И, как правило, это объясняют. Я неоднократно задавал этот вопрос носительной традицией. Но все зависит от их уровня образованности. Крестьяне простые, малообразованные, они, в общем-то, они не знают ответа на этот вопрос. То есть они просто вот так делают. То есть они считают, что это абсолютно нормально. Что касается образованных людей, например, самого Маханта, с которым я общался на эту тему, он говорит, что, ну поскольку божественное, оно ведь за пределами человеческой логики и каких-то догм или философских концептов, то оно может проявляться и диаметрально противоположно. То есть вот оно может проявляться как Бог, который не может стать личностным лишним или равным, а может проявиться как Бог, который может стать личностным лишним или равным. Все зависит от нашего собственного восприятия. Поэтому в этом нет никаких проблем. Те более сами Удаси считают, что Гурунанак это тоже Аллатара Вишну, а Шричандра это Аллатара Шивы. То есть здесь нет никаких проблем. Но еще интереснее исламский след, суфийский след. Потому что вот как раз недалеко, как в прошлом летом, в августе я летел в одну соседнюю деревню, в которой праздновался день рождения суфийского святого по имени Калей-Шах. Этот самый суфийский святой, он также принадлежал к народу Камбоджи. Здесь надо также понимать, что святые, по крайней мере, в очень многих общинах Северной Индии, я думаю, что и в Южной также, потому что здесь я не специалист, но во многих общинах Северной Индии они почитаются не по принципу религиозной принадлежности, а по принципу кастовой принадлежности. То есть вот, допустим, в моей касте были святые индусы, мусульмане, сикхи, кто хотите, да? И вы будете их почитать всех, просто потому что это святые вашей касты. А святые даже в вашей же религии, но из другой касты, ну они, вы можете выразить им почтение, но так почитать не будете. Так вот, этот самый Кали-Шах, его угораздило принять ислам, и он, ну тем не менее, он был Камбоджи, он жил в деревне, где более большинство были удаси, еще в заводах Манджаха. Но поскольку он был мусульманин, сегодня его культ отправляют как раз вот эти самые удаси, хинну, по сути дела, но в соответствии с абсолютно исламскими правилами, ну суфийскими, по крайней мере, правилами отправления культа. Что происходит? Вы приезжаете в эту деревню на этот праздник. Все задрапировано зелеными знаменами, хотя это индусское, там нет ни одного мусульманина, там нет ни одного даже суфия. Все задрапировано этими зелеными знаменами, кругом вывески на арабском языке, которые, кстати, в этой деревне тоже не могут прочитать. Да, различные какие-то атрибуты исламского культа, поют в эти кавали, да, суфийские, и, в общем-то, вы думаете, если вы не знаете, что здесь происходит, вы бы подумали на сто процентов, что вы приехали в мусульманскую деревню. И вот в течение трех дней они как бы мусульмане, как бы сушки. На третий день праздник заканчивается. Все это убирается, и вновь в индусской деревне. Вновь у вас Шива, Топхануман, все вот эти замечательные индусские божества, и все снова, так сказать, своим чередом идет. И интересно, что вообще целый ряд суфийских святых, то есть мусульманских святых, они почитаются только индусов, и то есть мусульмане даже не знают о их существовании, потому что они, ну вот так получилось, что они стали мусульманами, но вся их семья была индусской. Поэтому вот эта семья и продолжает их почитать и поклоняться. То есть здесь это вообще не религиозный фактор, это такой, ну, супер-мультирелигиозный фактор, если можно так выжиться. Вот. Ну, в заключение я скажу несколько слов о том, вышел ли все-таки Шичандра в общую индуистскую арену, и прочитаю, может быть, несколько строк из самого Шичандры. Дело в том, что вообще, если вы наберете это имя в англоязычном интернете, вы все-таки кое-что найдете. Но вы найдете это имя совершенно неприменительно вот к этой самой школе у Дассенбантов, потому что, как я сказал, англоязычный автор, вообще западный автор, да, Айн Буффинт никогда не писали тексты, его тоже никогда не переводились на западные языки. Но, видимо, как раз потому, что этот человек неизвестен западному миру, есть несколько таких коммерческих групп, я не буду называть их имена, чтобы не пиарить, пиарить, но они вдруг стали объявлять, что они по сне видели Шичандру и получили от него какое-то послание. Это послание не имеет ничего общего совсем этих, то есть с произведениями Шичандры, которые мы можем прочитать только на языках оригинала, но, тем не менее, я уже увидел, что даже в Москве планировался какой-то семинар, посвященный слиянию с космическим телом Шичандры. И не стоит 6 тысяч рублей, если я не ошибаюсь с этим объявлением. Поэтому не смею вас доверить, никакого отношения ни к психизму, ни к кудасинфанту данное явление не имеет. Что касается наследия Шичандры, то Шичандра написал целый ряд коротких произведений, говорят, что, ну, говорят, в смысле, существует предание, что он написал целый свой комментарий на Реданто Сутру, который назывался Шичандра Баше, но якобы его уничтожили ситхи во время вот этих конфликтов в начале 20 века, но, коль скоро, никаких следов и отрывков из данного опыса есть. Может быть, когда-нибудь найдется, но ни я, ни никто не встречал, и в глаза не видел. Он не написал. Да, может быть, так бывает. Но это, знаете, мне кажется, у Даси могут очень хорошо перенять опыт Международного общества сознания Кришны, где подложенных текстов-то немало приписываемых средневековым святым. Но, тем не менее, ну, с моей точки зрения этого опыса, скорее всего, никогда не было. Возможно, были какие-то воспоминания о каких-то, ну, дискурсах, которые давал Шичандра, и, может быть, вот они имели общее название Шичандра Баше. Но что действительно дошло, это вот это Матра Саиб, его ключевое послание. Причем, Матра Саиб – это, ну, Матра Саиб – это небольшое произведение, сравнительно, там всего 40 строк. И на русском языке оно впервые появится в сборнике «Подневной Южной Индии 5». Как раз я его перевел для этого сборника, но мы еще думаем, как его довести до ума. И также сохранился от него сборник до густишей, как у Тулсидаса, Кабира и многих других авторов Шичандра Духавы. И я скажу, наверное, подробнее несколько слов о Матре, потому что, вообще, Матра – это, пожалуй, самый показательный, самый читаемый памятник среди Уда Синпан. И он считается своего рода приложением к священному писанию Сикха в Гуру Гранд Саги. И в нем Шичандра предстает перед нами таким юным отшельником, только что получившим посвящение в Уда Синпан. Потому что, с точки зрения самих Уда Синпан, я забыл сказать, это не он основал Уда Синпан, но это древняя традиция, частью которой он стал впоследствии и формировал ее в соответствии уже с посланием Гуру Гранд Саги. Но, опять-таки, доказательств у нас этому никаких нет. И вполне возможно, что, действительно, была какая-то группа отшельников, которые считали себя Уда Синпан. Но, может быть, они не принадлежали никакой традиции, может быть, они были каким-то офф-спрингом, ответвлением о школе Шанкары. Потому что философия близка, в общем-то, к философии Шанкары, если брать букву, к философии в голой форме, без вот этих вот идей Бхакти. Но, вот в этой самой матрии Шричандра предстает перед нами юным ошельником, получившим посвящение Уда Синпан и прибывающим в некий город, в котором его встречает группа агрессивно настроенных Санту, не понимающих, зачем это такой молодой человек вдруг уже стал отшельником и вообще, что он проповедует. Поэтому матра начинается с вопроса «кабур и баль», то есть «скажи-ка, парень», «скажи-ка, бальчик», «скажи-ка, отрак». И вопрос таков, текст вообще, мы говорим, что он написан на инде, на самом деле он написан на том, что мы называем «сан-ха-ша», «языке святых», вот этот конгломерат североиндийских языков, которые идут, как правило, таким миксом со смешанной грамматикой, со смешанной терминологией, как раз на котором не то чтобы говорили, но пели поздне-средневековые святые. И вопрос, и все это рецитируется ритуальным образом, «кисне мунда, кисне мунда ая, кисека бейджа нагри ая». То есть, кто дал тебе вот это посвящение, кто тебя, то есть по воле кого ты пришел в этот город, да, зачем ты пришел в этот город. И Шачандра отвечает, «сак-гуру мунда лек мунда ая, гуру ка бейджа нагри ая, четау нагри тара гугам, аллака курушка сумира ау нам». Что это значит? Это значит, что вот истинный гуру, истинный учитель дал мне посвящение в эту традицию отшельничества, и именно по его воле, по воле истинного гуру я пришел в этот город. С какой целью? Для того, чтобы пробудить горожан и направить их умы на поиск истин. Ну вот что интересно, эту поэму на самом деле мы рассматриваем даже не в каком-то смысловом применении, то есть это просто русский перевод, он достаточно нудный будет дальше. Дальнейший текст он связан с тем, что Шачандра отождествляет различные атрибуты внешности отшельника Удаси, там его шапочку топки, его север, шнур священный, его там набедренную повязку с какими-то качествами, то есть что-то символизирует целомудрие, что-то преданность высшему существу, что-то еще. Но главное, что совершенно очевидно, что Шачандра, эти поэмы пытаются внедрить в индусскую среду какие-то категории сикхизма. И божество, например, здесь для него определяется как Аллах Куруш, то есть бесконечная личность. Помните, как начинается Гуру Гранцань? Вот эта творящая личность, Аллах Куруш, это то же самое. Причем, если мы покопаемся в Гуру Гранцань, мы найдем ко многим стихам соответствие в текстах Гуру Гранцань. То есть Шачандра не прямо, но как-то косвенно демонстрирует свою причастность вот к этой традиции Гуру Гранцань. И дальше он, буквально завершая уже, как раз, чтобы показать, как он ассоциирует различные объекты с различными качествами святого, он поет «Гяна киго дари, кима ки топи, я только адбанда шила ланготи». То есть вы видите, он упоминает шапочку, топи, да, ланготи, вот это, как Ирина Петровна прокомментировала в стринге. Я с ним полностью согласен, потому что это действительно стринге. Кстати, когда завершил такой, не то чтобы шуткой, когда я переводил этот текст, я нашел слова, которые, в принципе, можно было бы на русский перевести, как «кожаные трусы и дубленка». Потому что действительно пустина – это куртка из овечьей шерсти, обращенная как раз шерстью внутрь. И вот к этому, что я дал такой перевод этого текста, он был очень современный. Потому что Сандр и Удафи в дубленке тоже в русах отправился и идти в Гималайю. Ну, на этом я завершу, потому что тема, она безграничная, но нужно дать возможность, возможно, задать вопросы какие-нибудь. Да, вы знаете, мы должны 8 часов уже как бы закончить, поэтому… Да, сейчас у нас 15-20 минут. Да, давайте сначала зададим вопрос, а потом, может, кто-то захочет выступить. Какие вопросы? А вот цель, цель их разрушения для внутрь, если не в Анна, а потом не будет? Никак. Вы знаете, там проблема заключается в том, что если вы даже проанализируете сикские источники, у них достаточно размытые представления о том, какова высшая цель. Высшая цель – это единение с Божеством. Но при этом нет какого-то четкого определения данному единению, как бы давала, например, Адбайта Веданта. Потому что Адбайта Веданта очень дает четкое определение. Вы есть брахман априори, и вот вы должны осознать этот факт, и никакой вообще личности не существует. Так вот, здесь говорится о каком-то поэтическом единении с Божественным. Но что это такое, никто не знает. Все знают, что это нечто очень хорошее, что это самый высокий опыт, которого может растить человек. Но кроме того, надо сказать, что вообще традиция Удася, она не настолько черно-белая. Потому что вообще, вы знаете, в христианском контексте мы привыкли к очень черно-белому миру. То есть, либо вы спасены и отправились навечно в рай, либо вы спасены и отправились навечно в рай. Причем это все за одну жизнь. То есть, вот не удалось вам там до 30 лет осознать истину, вырубить, и все. Навечно отправились в рай. Все это черно-белая парадигма. Так вот, у североиндийских бахтов, в том числе и у Удася, парадигма не черно-белая. То есть, у вас есть очень много вариантов. Если вы поклонник божества завределами формы качеств, да, вот этот Алак-Куруш, да, то вы достигнете единства с ним. Но если вы поклоняетесь личностному божеству, что тоже можно, вы отправитесь в обитель личностного божества, это тоже спасение. Или, может быть, вы захотите вечно пребывать с вашим гуру, и тогда он будет перевоплощаться, и вы тоже будете частью его санга, это будет ваше блаженство. То есть, это абсолютно перспективы совершенно многообразные. Ну, это уникальная парадигма. Ну, она, в принципе, мне кажется, естественный вывод из всего того, что Индия на работал за века, потому что... Ну, конечно же, так никто не умеет. Да. Еще вопросы. Расскажите, пожалуйста, а у вас была возможность побывать в Габинсадане? Я не хотел... Нет, конечно, Баба Адреса Синха, я не считаю, что он такой коммерческий гуру, хотя он эклектик, конечно. Я не был. Он также проводил программу в Москве, в ней участвовал Андрей Макаревич, это я точно знаю. Этот человек, на самом деле, тоже не имеет отношения к Удасим Панту, потому что он также, как и вот те коммерческие гуру, на которых я ссылался, но я действительно не его ином буду, он также говорит, что вот у него было видение Шри Чандры, что он... Кто-то о Шри Чандре опубликовал на английском языке, есть небольшая книжечка про жизнеописание Шри Чандры, но там, в основном, такие популярные предания приводятся, без какой бы то ни было текстуальной или не говоря уж о какой-то научной основе, но скорее он такой сих-эклектик, я бы сказал. То есть его идеология все-таки не идеология у Удасим Панта, его идеология ближе, я не знаю, к идеологии, может быть, Саи Бабы, только если исключить фактор аватарства его собственного. Какого Саи Бабы, настоящего? Нет, не настоящего, разумеется, Саи Бабы, не Ширди Саи Бабы, потому что в России, я думаю, как раз мало кто знает Ширди Саи Бабу, все знают данного человека. Еще вопросы? Может быть, кто-то хочет выступить? Рам, вы прокомментируете как-то, как... Я мог бы, конечно, добавить несколько штрихов в нашу сегодняшнее выступление, но, конечно, думаю, что для большинства из нас было довольно много информативного учиться, но получается так, что я не только индуст, Я еще и родился там же, где родился Грунан, только 475 лет спустя, в том же районе, где-то километр 20. Это наш район назывался Шейху-пура, он родился в деревне Тайванди, а я родился в деревне Панчберань, который где-то, может быть, сейчас на машине полчаса ездит, будет не больше. Большинство, вот то, что вещи, которые мне сказали, конечно, я должен сказать, поскольку я там родился и рост, то я... Много через это было уже известно. Некоторые вещи просто хотели объяснить не для вас, я думаю, что вам оно никак известно, но для тех, которые только сегодня получили посвящение в этом интересном движении насчет сика, Я должен сказать, во-первых, слово сик самого, это... Вы знаете, что есть слова, которые берутся с какого-то более... Скажем, с латинского брать и сказать, даже наоборот упрощать и превращать в английский слово. Из санскрита брать и превращать более простые слова, которые на хиндии. Из хиндии дальше, то, что вы сказали, вот так, например, вот Швинчандра, как вы говорите, у Грунана, это Сиричандра. Потому что так Сиричандра дастся, правильно? Потому что это есть именно упрощение, на санскрите это мы называем тадбав. Тадсан, если ты берешь слово и тоже оставляешь, то это тадсан. А если его искажаешь, то получается тадбав. Так что есть очень много вот то, что вы сейчас, значит, в Грунгранте там и все шабет, кстати, которые читают все эти куплеты и рифмы, и все, которые в Грундуарах каждое утро читают. И не только в Дераку, где вы были. Тем более, что я еще имею непосредственное отношение к Сирсе. Я 20 лет там имел дом, продали его только в 2006 году. Может быть, мы были в этой же деревне? Я в деревне несколько раз, да. Так что... Вау! Мне это место вне... Я не угрозу, я просто почти родом оттуда, поэтому получилось так, что... Я почему сегодня, кстати, и пришел, потому что знаю, о чем вы будете говорить, и я решил просто пойти и ослышать свое знание, скорее бы сказать. Дело в том, что очень многие эти движения, которые, если есть христианство, или мусульманство, или индуизм, или буддизм, или сикхизм, или джайнизм, это есть крупные. Ну, как, скажем, есть Ашан, и Прекресток, и Терка. Это есть большие люди, которые имеют очень много, скажем, своих материалов. Но очень часто бывает, что люди старые и больные, и инвалиды, и вы знаете, что почти 30% у нас пенсионеров там российских. Им очень трудно поехать туда, поэтому появляются по нужде такие маленькие магазины, вот улицы по дому. Очень многие эти секты носят именно такой же характер, они просто близко. Они могут быть немножко дороже, но тебе удобно просто туда ходить. Очень многие люди к этим сектам, кстати, привязались именно потому, что они просто, например, вот в Колосе секту. У нас вот на индуизме есть четыре священных мест, которые люди должны посещать для того, чтобы попасть в рай. Они находятся географически, и на самом севере, или на самом востоке, или на западе, или на юге. Идея была такая, что ты за свою жизнь должен хотя бы познать всю свою страну. Никакого самовременного там центра нет. Ты можешь это делать в самом начале 20 лет, через 30, через 40 лет. Тогда дальше человек будет жить 100 лет. Первые 25 лет учиться, потом 25 семью водить, потом 25 вершественную работу вести, и последние 25 лет посвящать именно своему духовному состоянию. Это есть время, когда ты должен посвящать эти четыре дамы. И четыре дома, они как раз находятся в самых недоступных, очень трудноюбных и недоступных почти местах, и туда попасть и не так легко. Поэтому те люди, которые появляются когда такие секты, и таких появилось множество индий, как грибы. Вы знаете летом просто после дождя. Некоторые из них действительно, если вовремя подобрали, то чего-нибудь ищили, мариновали, то еще можно и через год подобрать. Так что некоторые секты действительно остались и долго. А если нет, то некоторые там же и погибают. И некоторые есть такие, которые и сейчас же употребляют, и свой голод, значит, садовдали, и потом уже все, его нет. Есть такие тоже. Но вот эти, которые... Насчет секты было очень просто, что начиная с рождения Гурунана, значит, в 479-м году, до, значит, скажем Гуру Говлинчин, который был десятый. Но из этих десятых Гуру... Самые известные все-таки были, скажем, после Гурунана, это был девятый Гуру Арджундеф, потому что его силовей замуровали в стенке мусульмане, и там они это делали, его почти что суетим. И еще, значит, Гуру Говлинчик, потому что он дал другое течение просто этой религии, он решил все-таки бороться против мусульман, которые уже почти начали нагло уже религиозные конверсии просто проводить, налоги на тех, кто не мусульманин платит, дать четверть своего урожая, например, и так далее, потому что мусульманин платит только в десятый час и прочее. Там было очень много, но когда он сказал, «Хорошо, больше не будет Гурун, и давайте будем заниматься борьбой и так». И он тогда первых пять он выбрал, когда на это собрание, матч пиарил, которые называют пять любых его. И потом он сказал, что те, которые хотят действительно бороться, они должны просто чем-то отличаться от общей серой массы, и они должны просто иметь какие-то визуальные признаки, чтобы к ним могли обратиться. Как милиционер, он позже ходит, и ты уже можешь к нему попроситься. И вот эти сикхи, значит, когда появились сикхи, сикхи – это слово «шище» на санскрите, оттуда там был сикх. И эти сикхи – это его ученики, значит, не только его, а ученики. Потому что сегодня он, как раз я поставлюсь. После меня Гуру будет 10-й, Гуру последний. Следующий Гуру будет Гранд Саин. Мы поэтому называем Гуру Гранд Саин. Саин – это знак уважения. Гранд – это тангут. Так что, на английском, Гранд Саин переводится как «Мистер Бук». В правом языке, мы говорим, что наша страна, это их скажет как ж мальчик, и того, как мы называем. И было так, что у нас назвали Гуру Гранд Саин, который называется «Голден Темплей». У нас есть фильм «Голден Темплей». Кажем, как мы называем Гуру Гранд Саин, Это ¨м коже. Потому что он создан только для того, чтобы жить. Потом насчет священной, которой сказали насчет божественной пищи. Это называется ландер. Ландер бывает в каждом. Вот в храме сейхском будут дары. Делают все сами прихожане. Приносят сами муку, едали и все. Сами женщины сидят, они не пришли делать. Любое время дня и ночи, любой человек может ходить. И не только в Индии. Даже на Западе. Вы не поверьте, я в Капендагоне в Гурадуаре ехать. Я ходил на прошлой неделе в Гурадуаре. Это всякие и сегодняшний день. Можно в любой стране ходить. Это не то, что обязательство. Никакое не обязательство, что ты обязан. Но женщины, народные, не можешь себе позволить. Пожалуйста, заходи. В временах Гуру все-таки это было обязательно. Потому что Гуру, когда сказал, что Гуру... Когда города не было. Может появиться позже. Ну так что это сомненько-то вещи, которые я хотел бы добавить к вашему. Это было очень информативно. Спасибо большое. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо.